В имя осталось Сына. Праздник Крестового Отдвижения. Воспоминаем силу честного и благотворящего Креста Господня. История этого праздника, она была рассказана уже священникам на проповеди. Что еще можно добавить? Город до обретения Креста Господня Царицы Елены, до воцарения Константина Великого, назывался Елене Капитолия. На месте, где распятал Господь наш Иисус Христос, находился храм в честь Венеры. И язычники, вы знаете, наверное, историю, что они плугом перепахали город. Вообще это очень интересно. Мы иногда читаем что-то и не задумываемся. Потому что камни они на этой земле. Кто был на этой земле, тот знает. То есть не останется камня на камне. Помните, Господь предрекал пророческие, что будет с Иерусалимом, за то, что они отвергли Его, своего спасителя и Бога. И действительно так и произошло. Мало того, что и возвернули еще карпище языческое. Многие восхищаются язычеством. Восхищаются в каком плане? Эллинский мир, который дал нам великую философию. Все основы всех философских лечений, они все заложены были там. Платону, Аристотелем, Сократом, Диогеном и так далее. Синекой. Прекрасное искусство, воятели удивительные. И архитектура, начало, зачатка архитектуры. Все было там. Но мы забываем о том, что язычество – это не только то, что я перечислил. Язычество – это еще и, к сожалению, служение бесам, как мы знаем. Бог язык бесовый, говорит псалмопелец Давид. Поэтому жертвоприношения кровавые, страшные, приносились в этих храмах. Человеческие в том числе. Вот что было страшно. Человек, как образ подобия Божия, призывался поругаемым. На радость бесам. Вот что происходило в языческом мире. И в древнем, и в современном тоже. Поэтому возвращение язычества, как сегодня некоторые радуют у нас, равноверы, и еще другие какие-то течения, сейчас их много, они говорят о корнях, а на самом деле не понимают, что это за корни. Корни эти бесовские. Бесы питаются ненавистью человека к человеку, бесы питаются заблуждениями людей, и теми, так сказать, страстями радуются о тех страстях, которыми они заражают. А вот человеческий. Вот что такое язычество. И, соответственно, представляете себе, Эли Капитолия – город великого царя, великий город, град, в котором стоял храм, посвященный единому Богу, единственный храм, потому что были молитвенные дома, что называется, то есть вот, синагонные, да, но не было, не было, а вот храм был в одном месте, где совершались жертвы, где, знаете, ощущение грехов, где было богослужение и так далее. Вот он был разрушен и поставлен храм языческим. Это страшное вообще дело. А почему? Почему это произошло? Вот я уже говорил, что отвергай Спасителя, Бога своего. Хотя ничего худого не сделал. Этот человек, как говорили язычники, да, или как говорили люди, которые не верили в Него, как в Бог, поверил в Него, по некоторым, скажем так, толкованиям, поверил в Него Понти Пилат. Но тем не менее смолодушничал все равно. Я умываю руки. Что власть и страх огорчить иудеев, да, их лидеров, превозмог его человеческое, его внутреннее ощущение, чувство. Даже жена его предупредила. Да, как мы знаем. Не делал ничего человеку там, я много во сне пострадал за него. Даже это его не остановило. Не остановило. Вот так и не остановило многих людей, которые чувствовали, которые чувствовали внутри себя, что что-то не то происходит, что что-то не то они творят. Но вот этот инстинкт, знаете, стадное чувство. Раз вне его, все закричали тоже. Хотя внутри себя где-то понимали, что что-то неправильное они делают. Как бывает, знаете, стихийные такие вот, знаете, происходят там, допустим, какие-то несанкционированные митинги, какой-то протест. Люди, зеваки, так сказать, и наблюдатели смотрят, что тот куда-то пошел. Вы за ними. А те за теми. А потом, почему же витрину не разбить, да? А почему же не взять потом оттуда, так сказать? Вот и начинается. И потом выясняется, что какая-нибудь олимпийская чемпионка там украла скрипку. Зачем олимпийской чемпионке скрипка? Ну, вот. Страшное происходит. Страшное происходит, потому что люди теряют разум. Почему они теряют разум? А потому что в сердце пустота. Вот происходило то же самое примерно в это время. Ну, понятно. Раз отвергли удерживающего, да, да, по слову апостола Иоанна Богослова, то все разрушается. Соответственно, вот даже плугом перепахали. настолько язычники были злы на сопротивлении иудеев, да, вот это страшно. Это, может быть, читайте Иосифа Флавия, да, он очень хорошо описывает как раз осаду Иерусалима и то, что там тогда происходило. Это действительно страшная была вещь. Почему был разрушен храм еще, в частности, почему? Потому что обороняющийся внутри храма возлили укрепление. Внутри храма. И, естественно, понятно, что осаждающие разрушили их храм. Почему я все это говорю? Потому что и сегодня времена таковы, что люди, которые не любят Христа, которые отвергаются внутри себя, неважно, они, может быть, и крещеные люди, но непросвещенные люди. И, соответственно, могут прийти такие времена, когда изгнанное сердце Христос будет изгнан наших городов и они будут отданы другим, как это вот было в те времена. Да не будет этого, конечно, но здесь очень много зависит от нас. Сегодня идет страшная война, сегодня идет серьезная борьба, ну, мы называем спецоперации, не объявляется войной по разным причинам. Очень странная война, на самом деле, да, но тем не менее мы знаем, что сегодня это война, война, не только война идей, но война дохлых злобов поднебесных против всех нас должны принимать. Люди, которые им служат сегодня, они решили до конца уже, так сказать, разрушить Россию и все положили на это. Очень решительно выступили. И, соответственно, сегодня каждому из нас, как на, у каждого из нас есть своя война против духа злоба поднебесных, не против плоти и крови, а война та, которая должна помочь нам победить врагов внутри себя. Если мы победим свою гордость, свой эгоизм, свою жестокость, свою черствость, в отношении даже к ближним, близким своим людям, поверьте, и в той войне, в которой погибают сегодня наши воины, от генералов до рядовых, и в той войне будет легче побеждать. Да, это факт. Пример приведу. По-моему, Макарий Великий при Пахоме, кто-то вот из древних святых был воином. Сейчас я запамятовал. Когда они шли в поход, шли в поход, воин, с кем он был воином, понятно, что они останавливались где-то в каком-то селении, остановились в селении и на ночлег. И вот ему предложена была комната, и он лег отдыхать. А у хозяина этого дома была дочка, девица. И она пришла ночью к нему. Понятно. А он как верующий христианин отверг ее, так сказать, притязания. Прогнал ее. И вот ему приснился сон. Он увидел поле брани, увидел лежащих своих друзей и увидел пустое место. Было сказано, что на этом месте должен был быть ты. Но так как ты удержался, не изменил Христу, тебе даровано жизнь. И так действительно было жестокое сражение, и он остался жив. Просто вам пример. Очень наглядно, ясно, из древности пример. Но он актуален, конечно, в наше время. Так что дай бог нам всегда об этом помнить. Но еще очень важно, крест мы всегда связываем со страданиями. Естественно, это страдание Спасителя ради нашего спасения. Но мы знаем, что после креста было воскресение. Не было бы креста, не было бы и воскресение. Люта зима но слады край. То есть вот такое есть выражение. Понятно, что и мы всегда говорим, надо крест или у нас лежал и крест когда мы говорим о кресте. С другой стороны, мы должны понимать, только через крест победа бывает. То есть пока на себя не возьмем какой-то подвиг, не будет победы. Потому что все что совершается с нами внутри нас происходит через преодоление себя. И если это происходит осмысленно, если мы понимаем, на чем мы это делаем, то тогда результат обязательно будет. Через 10, 20, 30, 40. Не завтра, не завтра, потому что сложные мы люди и слишком глубоко укоренились на страсти. Но тем не менее, если мы стараемся, бодримся, не унывая, то обязательно Господь даст нам ослабу сначала, а потом и оставление. Так что помоги нам всем Господи. И дай Бог, чтобы крест честный и желтворящий всегда светил в нашем сердце не только скорбью о его несении, но и победой над смертью. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка.